МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это может стать памятником уродству человеческого сознания, человеческого творческого полета мысли. Будем говорить о проекте, который, по большому счету, уже вышел за рамки просто проекта архитектурного. Это проект, о котором высказался премьер-министр, высказался президент. Так или иначе, проект, в который уже вложено, хотя он еще, по большому счету, основная часть строительства не началась, но уже вложены, по некоторым оценкам, миллиарды американских долларов. И многие люди на нем уже успели заработать, хотя он еще, по большому счету, не состоялся. Итак, судьба Охта-центра, Каспромовского фаллоса. Очень много есть разных названий у того здания, которое планируется построить в Питере. Те, кто в Питере живет, прекрасно себе представляют, о чем идет речь. Для всех же остальных, я думаю, наши гости сейчас нам подробно расскажут и о самом проекте, об его исторических корнях, собственно, и о том, что происходит вокруг него сейчас. Итак, Хрусталева Марина, координатор общественного движения «Архнадзор», она же еще председатель управления Московского общества охраны и архитектурного наследия. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Смисля. Давайте для начала. Ваше мнение, очень коротко. Будет построен вот этот 400-метровый башня из стекла и бетона? Разумеется, нет. То есть вы убеждены, что... Я убеждена. ...не получится. Я убеждена. Вы знаете, ровно 4 года назад, где-то в конце октября, начале ноября 2006 года, вот с другой стороны Нового Арбата, тоже в Трубниковском переулке, в Росбалте, была пресс-конференция, в которой я принимала участие. Также посвященная тогда еще очень свежему проекту строительства охтоцентра. И тогда казалось, что происходит что-то совершенно трагическое. Происходит катастрофа, которую надо остановить, приложив все свои силы. И я, и Давид Саркисян, покойный директор Музея архитектуры, и господин Мильчик из Петербурга, и еще несколько очень уважаемых экспертов, мы все очень страстно, прилагая все свои усилия, сосредотачивая все умственные способности, говорили о том, почему эта башня не должна появиться. Прошло 4 года, и знаете, с каждым месяцем все крепнет, и крепнет уверенность в том, что, конечно, ее быть не может, не может поопределенности. Ну, давайте начнем с истории. Как все началось? У меня в Питере живет отец, и, собственно, я родился на той стране, которая как раз неподалеку на Среднеоктинском проспекте, это как раз неподалеку от того места, где должна возводиться башня на берегу Невы. И поэтому вот от отца я слышу уже несколько лет возмущенные реплики, он собирает мнение друзей на эту тему, издает газету, но газета не под этот проект, а газета, в принципе, в которой постоянно публикуются мнения против Охта-центра. И до такой степени, что я в какой-то момент подумал даже, что, может быть, это просто какая-то, знаете, такая оппозиция ради оппозиции, вот настолько там непримиримые противники этого строительства. Расскажите о том, как идея родилась, и почему она все-таки так возбудила петербуржцев. Вы знаете, о том, как родилась идея, надо спрашивать, конечно же, не меня, надо спрашивать господина Миллера, Дмитрия Анатольевича Медведева, который в момент рождения идеи также имел непосредственное отношение к «Газпрому» и, вероятно, их коллег. Мне ничего о самом моменте из рождения этой идеи неизвестно, хотя было бы очень любопытно узнать. Собственно, я должна предупредить петербуржских телезрителей, я москвичка, поэтому наверняка многие из вас знают больше, чем я. Я слежу за происходящим из Москвы, хотя стараюсь не пропускать никакую информацию об Охте-центре, потому что, конечно, это событие не городского, это событие федерального, больше того, европейского, общемирового масштаба. Даже так. Если такое здание появится в таком городе, как Петербург, это будет прецедент, обозначающий вполне определенные вещи для всей мировой культуры, уж во всяком случае всей европейской классической культуры. Ну, смотрите, все-таки... Хорошо. Планируется построить центр для чего? Вот изначально, что такое Охте-центр? Это просто центр офисных помещений каких-то для разных компаний. То есть большой центр такой, не торговый центр, хотя там и торговый центр тоже планируется, но то есть большой центр, где будут размещаться разные виды бизнеса, которые признаны превратить Петербург в новый, модернизированный, красивый, пышащий здоровый. Вы знаете, это тоже очень хороший вопрос. Вообще наша архитектура, российская, современная, так устроена, что мы, как правило, узнаем о том, что хотят построить и как это может выглядеть. Но практически никогда не слышим, зачем и почему именно так. Вот последний сюжет – это история с депозитарием музеев Московского Кремля напротив Бравецкого холма. Это история, когда нам просто предъявили проект, причем созданный несколько лет назад, и сказали, что вот музея Московского Кремля в самом Кремле не хватает помещений для хранения экспонатов, и поэтому необходимо построить здание вот именно таких габаритов, и именно вот на этом месте. Возникает миллион вопросов. То же самое с Охте-центром. Нам говорят, Газпром – активно растущая компания, самая успешная компания в России, и ей нужен очень большой офис. Почему таких габаритов? Где расчеты, где, собственно, концепция функциональная этого здания? Можем ли мы с ней ознакомиться? Я просто прощаю, как я понимаю, это же офис, то есть это офисное здание не только для Газпрома. Для меня это загадка. То есть это не только для сотрудников Газпрома. В любом случае, вот эти подробности мне, например, неизвестно. Может быть, я просто недостаточно внимательно изучала материалы, но, по крайней мере, широко это не опубликовано. Почему именно такие габариты? Сколько именно компаний там должно сидеть? Сколько человек там будет трудиться в этом офисном центре? И почему то же самое количество человек нельзя распределить горизонтально? И здесь мы подходим к главному пункту. Дело не в том, что этих людей слишком много, и они должны сидеть друг у друга на головах, а в том, что это здание строится совершенно за другим. Это здание – символ, его неслучайно в первых своих словах назвали памятником. У памятника есть несколько значений. Если говорить памятник культуры, памятник архитектуры, то до этого счастливого момента любому зданию приходится ждать не меньше 40 лет. По нашему закону, только простояв 40 лет, здание может претендовать на включение объектов в список объектов культурного наследия, или, как раньше их называли, памятников культуры и истории архитектуры. Поэтому построенная башней Газпрома памятником архитектуры, если и станет, то очень нескоро. А вот памятником Газпрому она, конечно же, уже стала, даже не будучи построенной. И, конечно, это чисто символическая акция, и неслучайно вы употребили расхожие метафоры. Это, конечно, тот самый фолократизм современной архитектуры, современной культуры и нашей иерархической власти и бизнеса. Ну, смотрите, я сейчас просто в нашем досье нашел данные. Планировалось изначально, что весь комплекс охота-центра будет построен за счет города. Это порядка 60 миллиардов рублей на тот момент. В 2007 году было решено, что город оплатит 49% стоимости строительства и за это получит 49% основного капитала охота-центра. В 2008 году Миллер, представитель Газпрома, заявил, что Газпром берет на себя полную стоимость строительства охота-центра. И дальше, опять же, когда обсуждался проект, говорилось о том, что там будут не только офисы Газпрома, но самые разные офисы, то есть, если Архнадзор, например, захочет взять и снять офис там, он совершенно спокойно сможет это сделать. То есть, это для блага самых разных организаций, и коммерческих, и некоммерческих. Ну, хотя, конечно, за аренду надо будет платить. Но интересная история произошла 21 июля 2010 года, когда представитель Конституционного суда Валерий Кизорькин подписал определение по делу о строительстве 403 метров, то есть, 403 метра все-таки, в здании Газпрома. КС признал, что нормы градостроительственного законодательства, позволившие гражданским властям утвердить высоту небоскреба, должны применяться лишь в совокупности системы российского и международного права. Грубо говоря, КС на тот момент признал строительство охота-центра незаконно, неправильно. Но Газпром в тот же день, в мягкой форме, отправил Конституционный суд в пешее эротическое путешествие, с чем опять возникли, собственно говоря, все эти символы фалообразности и так далее. Газпром показал, что, наверное, он действительно может все. Вот, на ваш взгляд, почему Газпром так настаивает на этом здании? Уже тогда, когда поднялся общественный резонанс, выступили деятели культуры разных, в общем, самые разные. Там же и представители общественной палаты, то есть там далеко не везде одни оппозиционеры. У меня есть некоторая гипотеза. Вот эти цифры, которые вы привели, они очень наглядно показывают историю противостояния. Очевидно, что сначала те, кто придумал Газпром, мы не знаем, кто они точно, но можем предполагать, они считали, что это здание, этот проект будет воспринят на ура, и что Петербург будет гордиться таким подарком, подарком в смысле идеи, и с удовольствием вложит собственные средства в реализацию этой идеи, и здание появится в кратчайшие сроки. Выяснилось, что петербуржцы не очень довольны. Поэтому под давлением общественного мнения эта ситуация была переиграна, и Валентина Матвиенко была вынуждена признать, что она оплатит только часть и получит какую-то компенсацию. Это было шагом навстречу общественному мнению. Общественное мнение не успокоилось. Возмущение продолжало нарастать, общественные акции продолжали происходить. Я должна отметить, что в Петербурге наши коллеги движения «Живой город» и вообще огромное количество более мелких организаций, они гораздо активнее, чем даже мы в Москве. Нам стоит просто брать с них пример, потому что уровень общественного сознания в Санкт-Петербурге гораздо выше, чем в Москве. Гораздо больше петербуржцев выходят на эти мероприятия, на эти митинги, подписывают петиции. И действительно, мы можем говорить, что весь город объединился против «Газпрома», против этой башни. Кстати, в день, когда стало известно о том, что строительство автоцентра разрешено, в Питере прошел огромный митинг, там присутствовали тысячи человек, собралось прямо сразу. Почему это не заранее подготовлено? Мы действительно завидуем Петербургу. Во-первых, огромное количество горожан находят время, силы и волю выйти на улицу. В Москве гораздо сложнее людей выдернуть из офисов или из дома. И в Петербурге, конечно, потрясающая консолидация интеллигенции. И музейщики, и писатели, и рок-музыканты, и киношники, они все не стесняются говорить о своих правах на город, о своем отношении к этому городу. И они поддерживают вот это общественное движение, и, конечно, они очень воодушевляют. Конечно, медийные лица такого уровня, они очень помогают подобным движениям. В Москве, честно скажу, гораздо сложнее раскачать наших коллег и друзей. Вроде бы все за, но вот так на улицу у нас выходят гораздо медленнее. В Петербурге это прекрасная история. Это такой пример становления гражданского общества совершенно самопроизвольного, потому что мы знаем, что «Газпром» пытался собирать какие-то общественные обсуждения, какие-то референдумы, пытался часть деятелей культуры вовлечь в подписание неких подложенных писем. И некоторые весьма уважаемые люди, к сожалению, испортиваются репутацию таким образом. И несмотря на вот эту вот политтехническую активность, я не буду сейчас назвать имен, это все это в интернете. Собственно, если такое активное общественное возмущение, если уже это все становится похоже на фарс, если действительно мы видим, что весь город против, мировая общественность против, ЮНЕСКО против, эксперты против. И, собственно, вот это вот противоборство Конституционного суда, каких-то государственных инспекций, Росохранкультуры, которая против, все вот это уже напоминает какой-то чудовищный фарс. Возникает вопрос, а почему же, собственно, его не отменяют? Я думаю, что это вопрос, с одной стороны, некоторой политической нервности, а с другой стороны, нежелание наших первых лиц взять ответственность на себя. Мы видим, что за всю историю с проектом Газпрома Владимир Владимирович Путин, тогда еще президент, сейчас премьер-министр, ни разу не высказывался по этому поводу. Почему он высказывался? Он не делал публичных высказываний. Он не делал публичных и однозначных высказываний, и те слова, которые он произносил, можно толковать двояко. Дмитрий Анатольевич Медведев летом высказался в том смысле, что необходимо этот вопрос рассмотреть и учесть мнение международных организаций, таких как ЮНЕСКО. Но с лета мы не можем сказать, что что-то было рассмотрено, какие-то заявления или декларации были сделаны, и что ситуация как-то определилась. Сейчас практически одновременно мы снова ведь читали сообщения о том, что башня Газпрома возможна, и о том, что башня Газпрома невозможна с точки зрения руссохранной культуры. Смотрите, есть, насколько я понимаю, три версии того, почему проблема не решается. То есть первая версия, собственно, вы сами сказали, это назовем инертность властей, просто руки не доходят, много других проблем. Вторая версия – это упрямство, упрямство Газпрома. То есть Газпром – это же не просто организация Газпрома, в нашем Отечестве, это государство, образующее такое предприятие. То есть, грубо говоря, если без Эрмитажа даже государство проживет, то без Газпрома оно не проживет сейчас никак, по крайней мере, в его сегодняшнем и нынешнем виде. Или так считает руководство Газпрома. Именно поэтому они так легко позволяют себе относиться к решениям того же Конституционного суда. И, наконец, это очень сильный, действительно серьезный бизнес-проект. Конечно. В который уже по разным оценкам, опять же, вложено несколько миллиардов долларов. Потому что речь идет о том, что сколько можно выручить, то есть если ты продаешь, ты можешь продать это здание в собственность, ты можешь продать часть этих офисных помещений в собственность, ты можешь сдать, да, то есть все эти вещи уже просчитываются. И вот когда люди обычно приступают, ну, просто я знаю, это на примере московских строек, менее масштабных, планируется построить какой-нибудь центр бизнеса, да. И уже заранее люди выкупают в еще не построенном центре места, потому что сейчас-то дешевле, а потом это будет дороже. Сейчас, конечно, ограничено, сейчас нельзя покупать полная стадия котлована. Тем не менее, вот формально много чего можно ограничивать, но в реале жизни все равно происходят договоренности между людьми, да, когда вот хорошо, мы-то знаем, что мы построим, да, а вы знаете, что мы тоже построим, потому что у нас есть хорошая репутация, ну и так далее, и тому подобное. Короче, я точных цифр, естественно, не назову, как не назовет их, наверное, даже бухгалтер Газпрома, но речь идет о том, что вот как один представитель Газпрома в неофициальной беседе сказал, просто говорит, ты понимаешь, мы уже, дать обратный ход, это значит вернуть деньги, которые уже как бы потрачены. А возвращать их непонятно откуда. Вы знаете, Стас, вот в том, что вы сейчас сказали, есть две разные линии, и ни одну не хочется потерять. Одна это про упрямство, да, и про символику, а вторая про бизнес-проект. Вот, наверное, бизнес-проект более приземленный, и можно начать с нее. Вы называете некие миллиарды долларов. Это интересная тема, наверное, для счетной палаты, но давайте просто предположим, куда они могли пойти, что там происходило. Был объявлен архитектурный конкурс международный, который был довольно скандальный, и архитекторы первой руки, уважаемые архитекторы, отказались в нем участвовать, потому что изначально в задании на проектирование была высотная форма, и определенная задана высота. Они посмотрели документацию, сказали, ребята, это противоречит вашим же собственным городским регламентам и вашему законодательству об охране наследия и рекомендациям ЮНЕСКО. Мы в этом не участвуем. Но, тем не менее, конкурс произошел. Это само по себе достаточно сложное организационное мероприятие. Оно международное, оно требует какой-то информационной поддержки, оно требует оплаты участвующих архитекторов. Естественно, призовой фонд победившему архитектору, победивший архитектор, архитектор шестого ряда, мало кому известный и ничего не значащий ни для России, ни для Европы. Тем не менее, он победил. Дальше начались затраты на проектирование. Конечно же, спроектировать небоскреб такого размера и такого уровня – это достаточно большая работа, в которой принимает участие огромное количество людей, архитекторов и снежников. Это затраты, эти затраты, вероятно, были произведены, хотя все мы видели концепцию вот этого спиралевидного небоскреба, кукурузы, но нигде еще не были опубликованы даже не то, что рабочие, а проектные чертежи. Сделаны они, не сделаны они, никто не знает. Я вполне допускаю, что те мудрые люди, которые придумали «Газпром», не тратили еще денег на проект. То есть, это «Офтецентр». «Офтецентр», да, само собой, башня «Газпрома». Может быть, они еще даже не тратили деньги на проект, потому что непонятно, пойдет оно или нет. Этот проект, как архитектурное решение, не был опубликован. Хотя у нас масса и российских, и международных архитектурных журналов, и все более-менее значимые проекты такого масштаба публикуются задолго до начала осуществления, чтобы они могли обсуждаться, чтобы они могли как-то корректироваться. — Концепция есть. У нас есть картинка, есть фотография. — Я вижу котлован, который есть. И что там происходит? — Значит, дальше котлован. Котлован — это прекрасная тоже тема, потому что это археология. Мы знаем, что это территория старинной крепости Нейншанс, еще более древней шведской крепости, что по нашим законам никакое строительство на исторических территориях не может происходить без предварительных археологических работ. Все должно быть изучено, выкопано или закопано обратно, или музеифицировано, но, по крайней мере, обследовано, описано. Это тоже достаточно масштабная, долговременная и чего-то там стоящая работа. Хотя, уверяю вас, конечно, археологи не получили эти миллиарды. Это меньше масштаб. Вот, собственно, это то, что я могу назвать. А куда еще могли пойти деньги? Если строительство начнется, то там, конечно, будет огромное количество людей, заинтересованных кровно в том, чтобы она состоялась и продолжалась. Потому что строительный бизнес – это бизнес, дающий хлеб миллионам участников. Ну, когда я говорил о миллиардах, речь не шла, о миллиардах уже потраченных, да, речь шла об общей цене вопроса. Так вот, давайте признаем, что сейчас потрачено еще не очень много. То есть, грубо говоря, еще есть... Проведен громкий скандальный конкурс, сделан не очень удачный проект, и проведены археологические работы, которые в любом случае, ну, наверное, пригодятся. Эту крепость можно музеифицировать. В любом случае, это прекрасная достопримечательность Петербурга. Шведы готовы помочь в этом. Больше-то пока денег вроде не должны быть потрачены. Ну, вроде бы. Ну, мы не знаем, да. Я еще говорю, что уже часто продаются мертвые души, мертвые метры, там, непостроенные... Ну, тоже мы с вами нигде ни в каких журналах недвижимости не видим, но я хотела бы продолжить. Давайте предположим, что строительство начнется. Ну, допустим, с 1 января 2011 года будет дана отмашка, в котлован вобьют сваи, и строительство начнется. Значит, во всем мире довольно развита технология строительства небоскрюбов. Конечно, впереди планеты и всей город Нью-Йорк, но сейчас и наши азиатские соседи Дубай, Малайзия, Сингапур, Гонконг прекрасно умеют строить небоскребы. Они это делают очень оперативно, очень качественно, очень технологично, экологично. Их небоскребы не потребляют огромных количеств энергии, они самообеспечивают себя, вентилируют, охлаждают, утепляют, чистят и так далее. Это все продумано. Насколько это проработано в нашем проекте небоскреб, мне не очень понятно. Например, мы знаем, что в Нью-Йорке, когда строят небоскреб, у него нет строительной площадки. То есть стоит заборчик по красной линии улицы, туда только ночью подъезжают автомобили, грузовики с завязанными в целлофан шинами, или они проезжают через специальную омывалку, и все строительство небоскреба происходит вертикально через внутрь, то есть у него нет никакой строительной площадки. Все это в мире... Просто, извините, по поводу Нью-Йорка, что... Потому что действительно многие люди и зрители наши, которые нам пишут, они часто задают вопрос, почему в Москве нельзя, как в Нью-Йорке. Но в Нью-Йорке просто есть особенность породы на Манхэттене непосредственно. Особенность породы... Я не геолог, поэтому сейчас не возьмусь подробно описать все ее качества, да. Но, тем не менее, тот камень, та скала, из которой стоит Манхэттен, она позволяет строить у вас скребы, выдерживать... Вот очень хорошо, что вы об этом вспомнили, потому что мы знаем, что Охта – это болото, поэтому строительство на Охте потребует... Я тоже не архитектор, не гидрогеолог, не инженер, но я просто как историк архитектуры могу предположить, что это потребует достаточно серьезного заглубления, свайного строительства и так далее. Я на самом деле не об этом. Мы все знаем, как происходят стройки у нас. Значит, в Нью-Йорке или в Гонконге такой небоскреб могли бы построить за 3-4 года. Я думаю, что у нас его будут строить, если начнут в 2011 году, то ни один президентский срок действующий не дотянет до того момента, когда небоскреб осуществится. Пирамида Хеопсов, практически. Вы знаете, есть другая пирамида, есть прекрасная пирамида в столице Северной Кореи, она называется «Отель Рюген». Может быть, вы видели эту ужасающую картину. Это 105-этажный отель, в виде такой остроконечной пирамиды, вылитый уже из железобетона. Выливали его из железобетона лет что-то 20 подряд. После чего все остановилось. То ли кончились финансы, то ли он разонравился кому-то из руководителей. Ну, в общем, он вот таким вот чудовищным, елкообразным скелетом стоит посреди города, на фоне далеких гор, и стоять теперь, видимо, будет вечно. Я не хотела бы быть Кассандрой, но очень легко предположить, что Охта-центр будет доведен до 15-го, 45-го, 80-го этажа в монолите. После чего выяснится, что грунты не выдерживают, деньги кончились, технологии изменились, лондонские архитекторы уехали на Таити, и все остановится. Либо можно предположить другое, что его достроят, но через какое-то количество лет сырьевое могущество России пойдет на оболь, потому что все-таки развитие мировой экономики идет в направлении обратном сырьевому, и Газпрому уже не понадобится такая башня. И Петербургу не понадобится такая башня, потому что вообще-то в цивилизованных странах небоскребы давно признаны убыточными, неэффективными, сложными в эксплуатации, неудобными для людей, а уж после падения 11 сентября, падения башни 11 сентября, вообще-то неприличные компании в них офисы не арендуют, это не ком-эльфо. И мы можем предположить, что даже если этот небоскреб достроят, то он не будет слишком востребован, а главное будет жрать чудовищные деньги у города. И просчитать вот эту долгосрочную перспективу, по-моему, не мешало бы вот сейчас, пока еще не началось. В случае строительства, все-таки полного строительства небоскреба, для того, чтобы людям приехать и уехать на автомобилях, просто выехать с парковочных мест, которые там планируются, и покинуть территорию, охота-центра потребуется в общей сложности 22 часа. Здорово. То есть, ну это не каждому человеку понятно 22 часа на то, чтобы выехать, да? А вот все вместе, то есть, грубо говоря, это создаст то, что сейчас называется модным словом транспортный коллапс. Ну это то, что ожидается у нас в Москва, Сити. То есть, там и так достаточно... Да, нет, на самом деле здесь миллион, может быть, соображений на уровне здравого смысла. Здесь достаточно просто показать этот проект экспертам в области транспортной, в области эксплуатации зданий, в области высотного строительства и так далее, и так далее, в области распределения труда в городе Петербурге. И каждый из них даст какие-то заключения, и, может быть, станет понятно, что на самом деле необходимости экономической в этой небоскребе нет. Необходимость в нем, конечно же, политическая. А вот есть она или нет, это вопрос, конечно, на который не нам с вами отвечать. Ну хорошо, давайте теперь с другой стороны попробуем зайти. Вот мы так... Я сейчас вам активно там поддакивал, что ли, да? То есть, ну я действительно считаю, что это бред. Но с другой стороны, давайте я теперь попробую, как тот учитель, который может доказать, что Земля круглая, и что она квадратная при желании, да? С другой стороны, вот возьмем Питер. Это большой город, в котором особо высоких зданий нет за пределами, по крайней мере, его центральной части. И вот возникла идея построить грандиозный, большой, действительно офисный центр, который, ко всему прочему, может, действительно, никто окончательный проект не видел, возможно, будет очень эстетически красивым. Возможно, это будет украшение города. И с эстетической точки зрения, повторяю, это будет плюс огромный. И дальше, с экономической точки зрения, это действительно будет огромный центр, в котором будут работать все. Бизнесмены, ученые, художники, поэты. Вот весь цвет той самой прогрессивной социально-экономически активной части общества, питерского общества, о котором вы говорили, они будут с удовольствием из этого офиса потом выходить на демонстрации против других неинтересных проектов. Короче, это будет большой плюс. Все помнят, по крайней мере, читали о разговорах вокруг Эйфелева башни, когда ее только планировали к строительству, как она изуродует облик Парижа, и что же это будет такое. Но в итоге те люди, которые выступали оппонентами, давным-давно умерли, а мы не можем себе представить Париж без Эйфелева башни. Можно привести много других примеров относительно других городов. Когда строились башни-близнецы в Куала-Лумпуре, но в Малайзии немножко другое общество, и поэтому там сами малайзийцы, которые очень мононациональный сам по себе народ, они особенно не выступали против, но вот как раз европейцы спорили активно, они говорили, как же так, а как же пагды, как же буддийские храмы. Ведь все это в итоге построили совершенно феноменальный архитектурный ансамбль, который, и вообще вот если вы не были в Куала-Лумпуре, советую побывать, потому что это потрясающее сочетание, с одной стороны футуризма, с другой стороны экологии, вот этих джунглей, которые прорастают сквозь город, с этой стороны совершенно спокойно соседствуют все эти храмы, историческое наследие, и все прекрасно сочетается. И стоишь ты на мостике, на огромной высоте, на небоскребе, но смотришь вниз, а под тобой такие метровые бабочки летают. Вот такая красотища. Почему против? Ну, будет в Питере, это же в конце концов не на Невском проспекте строится, ну да, это недалеко от Смольного, ну и что? В принципе, напротив. Ну это да, напротив, но это через речку все-таки, а речка там не маленькая, это не Москва-река, а широкая Нева на другой стороне. Вот рядом заклепочный мост, кстати, заклепочный мост, тоже когда-то говорили, что это за мост, как можно его построить, будет уродский, ужасный мост. В итоге построили мост, сегодня все проезжают, говорят, смотрите, ни одного гвоздя. Все на заклепках, историческое здание. Да и вообще в том месте начинаются уже не Петровские, не Екатерининские, там совершенно другие постройки Петербурга. Вы знаете, это такая, конечно, штука противоречивая. Доказать можно все, что угодно. Я тоже могу использовать свои знания и кругозор, для того, чтобы доказать и одно, и другое, и третье, и четвертое. Нет, просто расскажите, почему это плохо. Это вопрос личного самоопределения. Нет, это прежде всего вопрос не Архнадзора, это вопрос личного самоопределения каждого из нас и тех, кто принимает решение. Вот скажите мне, вы кто? Вы французский буржуа конца 19 века? Вы житель Куал-Лумпур с буддийским сознанием? Ближе к истине, кстати, к нам. Ближе к истине, хорошо. Значит, давайте все-таки предполагать, что мы с вами западноевропейцы, россияне, живущие в начале 21 века, имеющие высшее образование, имеющие представление о современных интеллектуальных тенденциях и о той истории отношения к концепту наследия, который имеется на сегодняшний день. Красиво сказали, но необходим перевод. Хорошо, перевожу. Значит, когда строилась Эйфелева башня, происходила индустриальная революция. Она была достаточно большим потрясением для жителей Парижа и других европейских городов. И действительно, им было тяжело многое принимать или что-то воспринималось в штыке, но в конце 19 века отношения к наследию, как к единой среде, еще на самом деле не существовало. И против башни протестовали не потому, что она испортит Париж, а потому что сама ее форма была слишком футуристической и непривычной. Значит, в юго-восточных странах, а также в странах с даосистской, синтаистской, буддистской культурой, другая концепция наследия. Там в силу религиозных, эстетических, мировоззренческих и в том числе климатических факторов, таких как ураганы и землетрясения, не так сложилось отношение к прошлому, не так сложилось отношение к преемственности. Они чтут свою культуру, но для них меньше значения имеет материальное. Не будем сейчас в это погружаться, это дико интересная тема, но просто она сейчас далеко от нас. Мы живем в Европе, мы живем в Европе, где, слава богу, с конца 19 века непрерывным путем развивается теория охраны исторического наследия и концепт наследия как национального богатства. Национального богатства, которое обеспечивает качество жизни, обеспечивает национальную и личную идентичность, обеспечивает людям возможность быть уверенными в себе. И то, что на английском языке очень красиво называется civilizing influence of continuity, то есть цивилизующее влияние преемственности. Чувствуя преемственность в виде, кто жил здесь до нас, мы можем ощущать себя самими собой. Не чувствуя преемственности, как происходит в Москве, когда выходишь на улицу Ордынка и не видишь там какого-то дома, который вчера тут был, думаешь, боже мой, где я? Начинаешь сомневаться в самом себе, начинаешь сомневаться в своем городе, в своей стране, в своем будущем и чувствуешь себя крайне некомфортно и почему-то хочешь срочно эмигрировать в Лондон или в Рим. Что происходит в Петербурге? Петербург, ну, глупо говорить высокопарными словами, но глупо им не говорить. Уникальный город, действительно уникальный. Он был построен, можно сказать, одной рукой по единой государственной воле в начале XVIII века. Он был заложен и дальше он был сформирован в таком виде, в котором мы его знаем, на протяжении двухсот лет. Это очень короткий для города промежуток, таких городов не так уж много. Он был построен европейскими архитекторами первой руки, российскими и европейскими, но все это были люди первого класса. Он был построен сразу как столица. Теперь давайте смотреть. У нас в мире существует порядка двух с половиной миллионов городов. Это разные поселения, там в разных странах разные критерии определения того, что такое город. Но вот поселения, которые имеют статус города, два с половиной миллиона. Это безумное количество. Из них всего 255 городов имеют статус столицы. Петербург сегодня не столица, но он создавался как столица. Это столичный имперский город. Дальше подходим к России. В России у нас порядка 1100 городов по последней переписи. Очень мало. Для такой огромной территории это всего ничего. Из них исторических городов, исторических поселений до недавнего времени насчитывалось 478. И Петербург, конечно же, входило в их число. Последним решением Мингульта было решено сократить количество исторических городов в нашей стране с 478 до 40. Остальные почему-то были разжалованы. Это отдельная тоже тема для разговора. Но тем не менее, в число этих 40 Петербург вошел. На мировом и на европейском уровне это единственный город с масштабным центром вот таких размеров, такого уровня застройки и такого уровня неиспорченности. До прихода Валентина Матвиенко он был вообще не тронут. Можно говорить о предыдущих губернаторах что угодно. Они были в депрессии. Город был неухоженный. Тем не менее, здания сохранялись. Практически ни одного нового здания в центре не было. Конвенция ЮНЕСКО выполнялась дотошно. С приходом Валентина Матвиенко, к сожалению, в Петербург переехал московский подход к ведению бизнеса, к девелопменту, к строительству. Я не была там с 2003 года. Ну, больше по лично семейным причинам. У меня дети маленькие, я просто не могла выезжать. Но сейчас я боюсь туда ехать. Я боюсь увидеть Невский проспект, потому что я читала и видела по телевизору то, что я ведь живую не хочу. И центр, конечно, сильно пострадал. Но, тем не менее, он сохранился. До сих пор, по крайней мере, выдерживаются регламенты красной линии, единой высотности. И до сих пор, если вы посмотрите, например, на статистику туристического потока в Россию, колоссальное количество, подавляющее количество иностранных туристов едут в Петербург. Меньше, гораздо меньше часть Москвы, гораздо меньше часть по Золотому кольцу, и уже какие-то совершенно единицы камикадзе едут куда-то в прочие города. Наш туризм, наш бренд, наш облик на мировом уровне, это, конечно, исторический Петербург. И, больше того, на таком обывательском уровне западного сознания считается, что все шедевры, которые в России есть, архитектурные и музеи, это, конечно, Петербурги. Что там в Москве есть, никто уже толком не знает, знают только собор Василия Блаженного, а те, кто образованный, знают дом архитектора Мельникова. А так, в общем-то, с точки зрения исторического наследия, Москва гораздо меньше проявлена, меньше известна и сложнее показывать. Петербург можно продавать. Хорошо, он не тоже не собирается разрушать что-либо для того, чтобы построить охтоцентр. Вы правы, башню, конечно, собирается строить не на Дворцовой площади. Спасибо за это. Но огромное количество трехмерных моделей и фотосовмещений, и ландшафтно-визуальных анализов показывают, что она будет видна абсолютно отовсюду. Есть... Ну, если она будет красивая, есть... Шпиль Адмиралтейства отовсюду виден. Такая вот желтая штучка, уходящая в небо. Ну, вы сравнили. А тут будет... Нет, вы знаете, я должна честно сказать, вот эта вот штука, если ее назвать не кукурузой, а огоньком свечи Газпрома, она, в общем-то, может быть, даже изящная. Но она изящная в ровном поле или среди панельной застройки, на фоне, скажем, далекой панельной застройки. И ради бога, она имеет право на существование в определенном отдалении от центра. Этот вопрос тоже всегда задается. А почему, собственно, нельзя этот же офис Газпрома построить там не так далеко, даже предлагаются какие-то места в Петербурге, куда легко будет попасть на машине, где действительно можно делать деловой центр, но только не надо напротив Смольного, не надо так, чтобы было видно в Творцевой площади. Это одно из решений проблемы. Другое решение проблемы это использовать этот участок, если он уже принадлежит Газпрому, и Газпром не хочет с него уходить. Но сделать другой проект. Это вопрос политической воли и уровня осознания ситуации. Если бы люди, которые принимают решение, дали себе труд изучить тенденции в архитектуре и в брендировании городов последних лет, вот не 90-х, не 80-х, не 50-х лет 20-го века, а вот последних лет, они бы поняли, что сейчас в моде и ценится совсем другая архитектура. Невысотная, незатратная, экологичная, самообеспечивающаяся, то, что называется sustainable, очень умная, интеллектуальная по своим решениям, по своему облику и механизму. То есть архитектура действительно становится таким очень умным организмом, даже не механизмом. И это доступно, это будет стоить недороже, и в мире полно архитекторов. И в России есть архитекторы, которые способны это произвести, если поставить им грамотное задание. Там огромный участок на этой охте, там ничего не стоит, тоже количество квадратных метров расположить как-то иначе. Ну, вы знаете, Россия никогда не была страной, исповедующей срединный путь или умеренность, в чем бы то ни было. То есть мы либо должны догнать, перегнать, Вы знаете, Петр Первый хотел догнать и перегнать, но Петр Первый, Петр Первый съездил в Европу, Петр Первый позвал лучших архитекторов, и лучшие архитекторы построили ему лучшую европейскую столицу на тот момент. И он, простите, не выпендривался. Ну, углубляться в тему полезности или неполезности жизнедеятельности Петра для России сейчас тоже, наверное, смысла не имеет. Нет, мы говорим про архитектуру. Вы знаете, на эту тему есть много разных. Да, мы говорим про архитектуру, город ему удался. Посмотрите, я вот о чем. Дело в том, что в один из моментов, когда вы говорили, в частности, о преемственности, да, и вот об этих важных для нас, вот, говорили, как бы, европейцев вещей, я тут вспомнил как раз разговор, который я подслушал между, с одной стороны, вот Ольгой Штановской, элитологом, и, с другой стороны, градозащитником Натальей... Сама вермая калеке. Сама вермая калеке, да. И, я так фрагментарно совсем приведу, просто речь шла о том, грубо говоря, торговые центры в Москве в огромном количестве в таком-то, хорошо или плохо, да. И, то, Ольга привела аргумент, что, конечно, это хорошо, потому что, например, в эту ужасную московскую жару люди спасались в этих торговых центрах. Они там развлекались, ели, пили. Вот она это с таким энтузиазмом произносила. Может, в ответ на что Наталья с мамой рассказала, ну, а я вот в музеях спасалась, например, в этот момент, там тоже прохладно. Прохладно, это правда. Вот, а что Ольга сказала, ну, в музеях, во-первых, не так много народу, во-вторых, там нечего поесть. Бывает по-разному. Есть прекрасные музеи и рестораны. Что логично. Я просто говорю, что есть два подхода, да, всегда, и в том числе к собственной идентичности. Вот есть часть, там, которая сама себя считает, и, наверное, не безосновательно считает себя передовой, наиболее мыслящей, которая понимает, как лучше для страны, для мира, которая считает, что вот есть лестница, да, и по этой лестнице, конечно, лучше прилагать усилия, но забираться вверх, чем не прилагать усилия и скатываться вниз, да. А есть другая часть, которая все равно считает, что вот, если люди в огромных количествах проводят время в торговых центрах, пьют, едят, в основном фастфуд, да, после чего покупают чаще всего не совсем нужные им вещи, да, и потом смотрят не самое качественное кино, и потом выходят оттуда, садятся в машину, стоят в пробках, да, получая удовольствие, потому что они сидят в машине, которую они только что купили. Ну, понимаете, оккульпотребление и все остальное. И вот есть одна часть населения, такая всегда, и таких все-таки большинство, а таких, которые говорят, что вот я спасаюсь в музеях, или как Сократ, вот как я люблю ходить на базар, для того, чтобы видеть, без какого количества совершенно ужасных вещей я прекрасно могу обходиться, да. То есть... понимают. Ну, понимаете, все здорово, но таких меньшинствов, тема охоты-центра, это тема, возможно, как раз отношения к России, к стране, к образу жизни, к тому, как мы будем жить. Вы знаете, я сейчас... в том числе и тема, извините, химкинского леса, это тема многих вопросов, да. Вот есть дорога, а вдоль нее можно построить много заправок, тех же самых культурных, центров культуры, досуга, казино, публичных домов, видеопрачечных, чего угодно, да. И это вот будет потребление. Если мы страна, которая продает, покупает, ничего не производит, то нам вот это надо. Может быть, может быть, народу это-то и надо, на самом деле. А вам вот таким, ну или хорошо, нам или вам, таким вот утонченным, интеллигентным, таким прям speaking fluent English, да, вот, значит, ну, пожалуйста, езжайте в Лондон. Что вы здесь-то делаете? Я тут родилась. У меня тут родились дочки, и я не хочу их увозить ни в Лондон, ни в Рим. И я думаю, что петербуржцы тоже этого не хотят. А тут правда не лукаете сейчас? Не хотите ни в Лондон, ни в Рим увозить? Нет, ну, съездить, посмотреть, да, жить, нет, зачем? Зачем? Мы живем в потрясающей стране, в потрясающих городах, Москва и Петербург, по крайней мере. И есть еще другие города, тоже замечательные. Я убежденный сторонник того, что жить надо там, где ты родился, и делать надо все для того места, где ты родился. И, по-моему, нам есть чем гордиться, и есть чем наслаждаться в этих городах, и нет причины уезжать. Но я хотела сказать о другом. Я хотела сказать очень неполикторектную вещь по поводу того, что вопрос охтоцентра, это, конечно, вопрос населения Петербурга, и оно высказано совершенно однозначно, здесь нет двух мнений. Но, вообще-то, это не вопрос населения Петербурга, в том смысле, что... Сейчас, извините, попросите, что я вас перебью, но все-таки, а почему высказалось однозначно? Ну, там, октябрь 2009 года в СОМ провел опрос 1200 жителей Питера, выяснилось, что каждый второй против строительства небоскреба, 23% оброшенных положительно относятся к новому проекту, 7 безразлично, еще 20 затруднились с ответом. А год спустя, уже вот только что, в 2010 году, в октябре митинг против строительства автоцентра собрал тысячу человек, хотя, наверное, в принципе, уже сейчас мог бы собрать и побольше тысячи, но всегда, как мы знаем, все равно найдутся... Ну, этим летом или осенью сейчас будет очень большой митинг. Вы сами ответили на свой вопрос, вы сказали, в ЦИОМ провел опрос. Кто в ЦИОМ? Ну, в ЦИОМ, кстати, вопрос. Что такое статистика? Понимаете, когда нам выгодно, мы говорим, что статистика – это хорошо, когда невыгодно, мы говорим, что это ложное. По-моему, мы имеем уже пятый год совершенно явного народного волеизъявления, и это можно не обсуждать. Но я как раз хотела сказать, что независимо от волиизъявления, вопрос автоцентра – это вопрос решений совершенно другого уровня. И вообще, само появление идеи автоцентра – это проявление ненародной воли. Вы говорили о том, что вот есть там интеллектуальные элиты или какие-то еще, кто-то принимает решения, кто-то не принимает. Мы живем в эпоху множественности элит. Есть политические, деловые, интеллектуальные, творческие. Это люди, которые очень часто не пересекаются друг с другом. У них разные системы координат, разные авторитеты. Но, тем не менее, есть устойчивое представление о том, что есть экспертное сообщество по каждому вопросу. И оно может отвечать на какие-то вопросы однозначно и аргументированно. И, к сожалению, в нашей стране практически не существует того, что может быть названо городоведение, городоустройство, урбанистика, то, что на Западе называют урбан стадис. Вот в Петербурге школа городоведения появилась в начале 20 века. Было очень мощное такое научное, исследовательское и публицистическое явление. Выходило очень много книг по Старому Петербургу. Это было модно. Это была действительно такая волна. Это продолжилось и после революции в Петербурге и в Москве. Была сильная градостроительная школа. Было много социологов и экономистов, которые работали в области городоустройства, выпускали книжки. Это фантастическая библиотека, вот эти книжки 20-х, 10-х, 20-х годов по теории городов. Это читать безумно интересно и очень актуально. Они полностью все были забраны, эти книжки в Японию, переведены на японский язык. И, скажем, японский мегаполис сегодняшний, они во многом используют теории советские 20-х годов. У нас с началом 30-х годов это все прекратилось напрочь. И у нас появилась Академия архитектуры и классическое архитектурное образование, которое учит архитектор встроить отдельные дома или рисовать городские планы как художественные произведения. У нас отсутствует Urban Studies, в которых архитектура является одной из составляющих, одной из 10-ти или 15-ти, наряду с демографией, экономикой, социологией, культурными исследованиями, исследованием символического потенциала, инженерии и так далее, и так далее. Вот это сейчас только-только начинает возвращаться, только-только появляются сейчас факультеты по теории городского управления, появляются какие-то журналы вроде градоустройства, появляются и исчезают там по всяким причинам, но школы этой как таковой нет. Вот, например, в Перми, где было желание сделать новый генплан, пригласили голландцев, и они сделали новый генплан, но будет ли он воплощен, непонятно. У нас, к сожалению, нет того экспертного сообщества, вот как сформированного уже интеллектуального ядра, которое может аргументированно сказать, что, ребят, ну очевидно, что башня Газпрому не нужна Петербургу. Поэтому в отсутствие экспертного сообщества у нас имеет значение властный императив. А властный императив молчит, но дает понять, что он хочет, чтобы у России был такой новый символ. И это повод порассуждать или поразмышлять, даже лучше не рассуждая вслух, о том, почему же у нас такая страна, которой обязательно нужен вот такой обязательный символ, в таком обязательном месте, вот не сбоку, не сзади, не вдалеке, а именно вот здесь. Все-таки порассуждайте, пожалуйста. Ну а что тут рассуждать, это очевидная достаточно история, ну, лежащая на поверхности. Слушайте, я, наверное, плохо вижу. Ну, собственно, не я придумала, и везде написано, и видно, невооруженным взглядом, что вся история архитектуры, начиная там от дольменов, стонхеджа, миноретов, колоколин и так далее, это определенная попытка порвать гравитацию, преодолеть силу тяжести, доказать способность человека подняться над землей, создать какие-то ландшафтные ориентиры, высотные, какую-то такую вот сетку маяков построить на земле с тем, чтобы сообщаться с разбросанными по земле коллегами, и, собственно, ну, огромное существует количество философских текстов на эту тему, в частности, русский философ, космист Николай Федоров называл это все силой восстания, с одной С, не восстание, как вот бунта, да, а восстание, в смысле, да, что человек, начиная с начала своего существования, стремился восстать, воспрять, выпрямиться, протянуться как-то макушкой к космосу, но там же он пишет, что это вообще-то старая уже архитектура, устаревшая и все-таки привязанная к земле, а существует новая архитектура, ну, существует, понятно, когда я писал Лук Федоров, да, в десятые годы двадцатого века, она существовала только в его воображении, но сейчас-то она уже существует, существует каперниканская архитектура, архитектура движущейся, архитектура полета, и он описывал очень смешное, очень подробно летающие эфиры, эзоты, как он их называл, то есть архитектура, оторвавшаяся от земли, полетевшая в космос и таким образом позволяющая человеку продолжить свое восстание и расселиться. Марина, знаете, я сейчас был готов услышать что угодно, да, когда вы сказали, что вот наша власть и вот императива нашей власти, об этом можно лучше поразмышлять, чем порассуждать, был готов услышать все, что угодно, но не цитаты наших космистов, да, то есть вы имеете в виду, что наши, там, Путин, Медведев, это там, тайные космисты, или они агенты... Я не веду, что они, к сожалению, не космисты, или они агенты инопланетян, то есть они тоже хотят ориентироваться. Нет, они, к сожалению, мы с этими эстетическими категориями каменного века, когда поставить вертикаль, это уже доказать свою власть на земле, это вот как поставить пирамиду, как поставить минорет, как поставить там, маяк какой-то, александрийский, да, вот мы поставили, мы выше всех, мы круче всех, ну, это было актуально в начале 20 века, когда только научились строить небоскребы, это было круто. Это памятник вертикали власти. Это памятник вертикали власти, это само собой. То есть самая разглашенная вертикаль власти. ну, простите, пожалуйста, мне не хочется никого обижать, но это примитивный памятник, одна, как памятник без второго дна, без какой-то интеллектуальной наполняющей, и понятно, что сейчас и архитектура, и эстетика, и философия, и вообще какое-то мировое движение, оно движется в сторону тех самых эфироизотов. Мы еще не расселяемся в космос, да, но архитектура стремится быть в гармонии с природой, в гармонии с исторической средой, в гармонии с энергетическими какими-то процессами, в смысле экологичности, вот этой sustainability, да, уже примитивно выражать свое интеллектуальное, финансовое и другое могущество вот просто такими кукурузами. Можно как-то умнее. Ну, хотелось бы. Ну, слушайте, на кольцо на палец за миллион евро носить нормально, не примитивно? Я не прав. Понимаете? А наши выдающиеся политики, ни разу, ни дня не проработавшие в бизнесе, всю жизнь на госслужбе, носят, да, нормально. То есть, это я все к тому же, на самом деле, к вопросу о массовом сознании и наших сограждан в том числе. Это вечный, там, русский спор. Что на самом деле нужно русскому человеку? Знаем мы, что этому человеку нужно или нет? Но, если серьезно, вы считаете, и это сейчас уже вопрос за рамками, собственно, охтоцентра, вы действительно считаете, что наше общество, это общество, наиболее, там, передовая часть которого сможет потянуть за собой остальных и сделать таким образом, чтобы свободных людей в стране стало больше. Однажды большинство. Да? И когда в стране большинство свободных людей, тогда вот они уже способны принимать решения, воспитывать друг друга, вкус, там, не знаю, не опражняться в собственных лифтах, там, и не сделать многих других вещей, которые не нравились Преображенскому, а нравились Шарику, например. Или все-таки нет? Вы знаете, я убеждена, что если все-таки сейчас строительство башни Газпрома начнется, мы не знаем, закончится ли оно, да, но если оно начнется, это будет очень серьезным гвоздем в крышку гроба нашей так и не развившейся демократии. Это на самом деле будет очень сильным и очень однозначным и очень негативным жестом. И я думаю, что то, что эта история тянется четыре года, ничего не начинается, это показатель того, что те, кто принимают решения, они не знают, как выйти красиво из этой ситуации. И я вижу минимум два выхода. Один выход самый банальный сказать, ребят, слушайте, мы вот тут разобрались, мы вот долго разбирались, ничего вам не говорили, а сейчас мы разобрались, перевели на русский язык все, что написала нам ЮНЕСКО и поняли, что действительно, оказывается, нельзя башню-то строить. Ну, извините, не будем там, сделаем что-нибудь другое. И закрыть на этом тему. Я думаю, что все выдохнут и вздохнут с облегчением и даже тот поток язвительных меморандумов, которые могут последовать, он все равно не стоит того, чтобы обращать на него внимание и не делать этого. Это простой, немножко может быть прямолинейный, но очень грамотный был бы ход. Сказать, ну, не разрешайте ЮНЕСКО, не будем, вы не хотите, не будем, договорились. Второй ход, если Газпром действительно сейчас обладает достаточными ресурсами, если он считает, что ему нужен огромный офис, если он считает, что его офис, ну, Газпром в расширительном смысле, мы сейчас говорим, если есть такое мнение, что офис Газпрома должен стать символом инновационного потенциала России, символом мощи России, возрождения России и так далее, тогда тут нет двух мнений. Тогда надо, оставив эту площадку, сформулировать концепцию этого символа, если это должно быть архитектурное произведение, то оно должно быть, ну, на 10 порядков, более другим, чем то, что нам предлагают. Он должен быть на Луне, вообще, на самом деле, он может быть на Луне, он может быть, я не знаю, в Каркалпаке или где-нибудь еще там, в пустыне Бурятии, он может быть и в Петербурге, но если он в Петербурге, если он напротив Смольного, то должна быть очень прозрачная и очень убедительно прописана функциональная программа, это должно быть, конечно, здание бренд, здание аттракцион, это должно быть суперсовременное, но очень вот то, что называется sophisticated, утонченное, изощренное, изысканное здание, которое действительно покажет, что мы понимаем, где сейчас находится передовая грань современной эстетики, архитектуры, экономики, и не повторять вот каких-то жестов столетий. Прямо хочется пофантазировать, предложить Газпрому построить, а вот представьте себе, вот вы едете по России, да, или даже подлетаете, Шереметьев, Лево-Домодедово, и видите такой шар, просто шар, висящий в небе. В небе. То есть серебристый шар, да, вот, а это и есть новый офис Газпрома, который находится, вот планету так вот, они завесили, да, а добирался туда, там раздавая. Я знаю возможности архитектуры сегодня, конечно, сегодня шар, это будет неоправданно дорого, хотя красиво, вот, но можно все-таки разумно, расходы бюджетные, федеральные, Газпромовские средства, а также деньги налогоплательщиков, сделать красиво, умно, современно, остро, выразительно, привлекательно для всего мира, и так, чтобы даже петербуржцы, которые уже сломали там все свои копья, даже напротив Смольного, скажут, что здорово. Вот так, чтобы Петр Первый там перевернулся, там где он лежит, и сказал, молодцы ребята, вот молодцы, хорошо сделали, вот сейчас точно не скажут. Марина, поскольку у нас времени практически не осталось, есть ли что-либо, что вам есть сказать по этому поводу, о чем я вас не спросил? Да, в общем, ну, одно только разве что. Архитектура очень серьезная вещь. Тот же Федоров в одном из писем, которые недавно опубликовали, написал отличную формулировку, я теперь везде произношу. Архитектура это способ превращения мировоззрения в мироздание. Вот что ты думаешь, то и вылезает. Вылезает она потом очень надолго. Здания живут гораздо дольше, чем люди. Я умру, вы умрете, Миллер умрет, Медведев умрет, светлая всем нам память, а эта штука останется стоять. И будут потом показывать пальцем, писать в книжках, если они еще останутся, или в интернете, или где-нибудь на небе будет написано большими буквами. Это сделал тот-то.